У меня иногда спрашивают, а Вадим, ты из Баку? Я говорю, да-да, а где-то там же, на завокзальном? Я говорю, не, на привокзальном, серьезно? Ну, в общем, бывает так, спрашивают, а потом второй вопрос обычно задают, а что там действительно такое зомбирование масс в школах? Я говорю, ну, как зомбирование масс? Тогда, когда я учился, во-первых, я там немного учился, но даже тогда, когда я учился, было все нормально, ну, может быть, потому что там были в основном учителя русские, армяне, евреи, то есть азербайджанцев было практически мало в русских школах. Если они были, то они, как правило, преподавали там что, азербайджанский язык, что там, труды, ну, и немножко были, конечно, там учителя биологии, ну, были, но немного, это в столице Азербайджана. Ну, что вы мне рассказываете, многие из вас сами знают. Так вот, и я там особо-то мало и учился, и потом тогда, когда я учился, ну, сами понимаете, совсем была другая программа, некоторые даже отрывки из тех старых прошлых учебников я тоже выставлял, где они сами же признавали и массовое убийство армян в османской Турции, да, в 15-м году, и, значит, про арцах сами же писали, что там армянские поселения были всегда, да, про армянских неликов писали. То есть все-все это было. Это уже потом пошло такое сплошное зомбирование масс, начиная с детского сада. Ну, эти кадры мы тоже часто видим из Баку, как они там стравливают, господи, я уже русский язык-то забыл, стравливают, значит, малых детей с малых лет против армян. Детские садики, первый класс, второй класс и так далее. Такого в Ютьюбе там масса. Ну, а по истории и говорить-то нечего. Мы знаем, что первый геноцид это вообще был против древних азербайджанцев, которые устроили древние русичи, где-то там в Барде, не знаю. Про это я вам тоже рассказывал, я делал несколько уроков по стопам азербайджанских современных учебников истории. Но по литературе я не знаю, что у них, я знаю, что они там даже эту Лейлу Алиеву изучают, причем после персидского поэта Низами. Ну, в принципе, это их дело. Другое дело, что у них проблемы не только с историей, у них проблемы еще и с литературой. Они ни черта не понимают в поэзии. Они постоянно цитируют Пушкина, причем любимая поэма Пушкина это «Тазид», ну там все-таки об армянах говорится. Конечно же, об армянине, ты трус, ты раб, ты армянин. Это, конечно, их трогает. Причем знают они Пушкина наизусть только вот эти строчки и все. Они не знают, что у Пушкина есть у Руслана Людмила, не знают, что там у него сказка о семи богатырях там и мертвой царевне. Ну, много чего. Евгения Онегина, наверное, тоже не знают. Но вот ты трус, ты раб, ты армянин выучили. Они наизусть и постоянно об этом говорят, даже распространяют. Русские недоумевают, что там плохого-то персонажа, это же не Пушкин сказал. Но, тем не менее. Впрочем, и я делал даже такой выпуск, посвященный Пушкину, когда я обучал некоторых бум-бум азербайджанцев. Не азербайджанцев, а бум-бум азербайджанцев. На всякий случай повторю, чтобы не говорили, что я народ оскорбляю. Так вот, целый выпуск я посвятил Пушкину и что он имел в виду. По всей видимости, мало кто понял, хотя я говорил по-русски, а у них там русских школа много, как они сами говорят. А в Армении ни один школа нету, а у них много русских школа. Но, тем не менее, плохо писать русский. Ну, ладно. И, судя по всему, плохо понимать русский. Так вот, сегодня у меня Пушкиняна будет немножко по-другому. Может, они в стиле поэзии поймут, раз они в стиле публицистики не поняли меня. Когда я говорил о Пушкине и о Тазите. Так вот, постараюсь прочесть. А вы уж вникнетесь. Если не поймете, снова перекрутите и снова послушайте. Итак, Пушкиняна для Азербайджана. О Корсей слышим мы нередко. Ты трус, ты раб, ты армянин. Смердя невежеством, но едко. Все повторяют, как один. Слова из Пушкина поэмы им ставить нужно позарез. Приводят в тему и не в тему. Кричат по поводу и без. Своими желчными речами, кто воду эту намутил, гордитесь вы, не зная сами, о чем писатель говорил. Там старец сына упрекает, что на копца тот не напал, и дальше отрока он хает, раба сбежавшего не взял. И, наконец, за то, что, встретив убийцу брата своего, ему, достойно не ответив, оставил юноша его. Оставил раненого в поле и не отсек ему главы, хотя была у парня воля, был тот один, но нет, увы. Казак кубанский, жизнь прервавший, черкеса некогда в бою, теперь израненный лежавший, смиренно гибель ждал свою. И пожалел его чеченец, в себе дух мести поборов, когда-то слабенький младенец, не стал, как следует, суров. Он отолыком был воспитан, тот сын черкеса с малых лет, его учили быть джигитом и славных достигать побед. Однако добиваться с честью и за дела держать ответ, а не разбоем, рабством, местью, где к слабам милосердия нет. В глазах Гасуба сын смиренный предстал, как слабый христианин. И возопил старик презренно, ты трус, ты раб, ты армянин, ты трус, раз никого не грабишь. Раба жалеешь, раб ты сам, а жалость ты к врагу проялишь, позор считал старик, харам. На случай, если вы не знали, в ту пору местных христиан, армянами все называли. Так что отстаньте от армян. Читайте классика невежды, читайте вдумчиво, межстрок. Оставьте всякие надежды чернить народ, белить порог. В детей вы ненависть не смеете закладывать с младых ногтей. Своих хотя бы пожалейте, плевать вам на чужих детей. И напоследок, я не знаю, когда закончится вражда. Не шашкой злата добываю и не гружу рабов суда, как бы мечтал отец Тазита. Могу я лишь волнам внимать, глядеть на звезды деловито и с каждым мигом понимать, что мы песчинки во вселенной. Песчинки с ритмами сердец. Наш шар не вечен, все мы тленны. Не стоит приближать конец. Петлю затягивая туго, наш код глубинный не един. Не будем унижать друг друга. Не трус, не раб, но армянин. Подумайте над этими стихами. Субтитры создавал DimaTorzok